В эфире программа «На спорте» и я, ее ведущий Антон Погодин. Сегодня в гостях у нашей программы главный тренер юниорской хоккейной команды «Олимпия» Юрий Гултынов. Юрий Игоревич, доброе утро. Здравствуйте. Юрий Игоревич, не можем не обойти тему летнюю, когда стало известно, что молодежная хоккейная команда «Олимпия», к сожалению, не выступит в НМХЛ. Насколько тяжела была эта новость для вас, для всей команды, как ее переживали, с кем ее обсуждали, кто вас поддерживал в этом вопросе? Безусловно, ситуация очень неприятная, ситуация тяжелая. Сегодня проведена была большая работа, в первую очередь и селекционная работа, и планирование, да, и мы много что спланировали, запланировали. Я считаю, что июль месяц был качественно отработан, была проведена большая объемная работа, все, что было запланировано, мы сделали. Ребята были в неплохой форме, ну и по коллективу, по составу, я считаю, что была вполне боеспособная команда. Это подтверждается тем, что большинство ребят сейчас трудоустроилось в командах НМХЛ, то есть они оказались нужны, да, нашим конкурентам, нашим соперникам. Это, наверное, показывает то, что все-таки ребята были конкурентоспособны и могли в этом сезоне показать хороший результат. Ситуация очень неприятная, тяжелая. Мы потеряли местных ребят. Это ребята 2001 года, кто играл в команде НМХЛ 2018-2019. Мы потеряли ребят 2002 года рождения, кто у меня играл в прошлом сезоне. Хорошие, перспективные ребята, то есть вполне, которые могли бы здесь играть, показывать себя при родных болельщиках, как говорится, в своих стенах. Что касается самого этого процесса, ну, он затянулся, затянулся. Мы до последнего верили, что что-то изменится в лучшую сторону и нас смогут, так скажем, спасти в последний момент. Поэтому почти две с половиной-три недели мы еще тренировались в таком неведении. И хотел бы, наверное, отметить ребят, что ребята не разъехались, ребята до последнего ждали, до последнего тренировались здесь. Хотя могли бы сразу искать уже себе новое место работы. Поэтому, ну, и могу отметить, что, наверное, даже ребят, которых мы трудоустроили первым эшелоном, кто уехал в Липецк, кто уехал в Глазов, они до подписания контрактов, когда уже их хотели взять в этих клубах, они звонили нам, спрашивали, как у вас дела. То есть не изменилось ли, что нам предлагают контракты, но мы готовы вернуться. То есть если у вас что-то изменилось, мы готовы к вам вернуться, нас все устраивает. Тренировочный процесс, условия. То есть это было приятно. Ну, а так, конечно, ситуация очень сложная, неприятная. Не хотел бы пожелать кому-то, чтобы оказался в ней. Вы даже сказали, что вы потеряли мечту. Мечту выступать на более высоком уровне? Ну, наверное, когда я это говорил, я имел в виду, что мечту, наверное, для ребят. Потому что, особенно для местных ребят, которые здесь занимались хоккеем, занимались 10-11 лет. У них на глазах была команда МХЛ, да, там, 10-го года, там, 13-го года МХЛБ, когда до полуфинала дошли и так далее. Они хотели туда попасть, потом был период с 16-го года, когда команды не было. И, соответственно, тут у них появился лучик света, да, появилась возможность продолжить свою карьеру на профессиональном уровне. Ну, и, по сути, да, эту мечту у них, получается, что отобрали. Ну, я знаю, что вам поступали очень много сообщений со словами поддержки из разных городов. Кто звонил, кто писал? То есть, какие хоккейные города откликнулись на вашу боль? Ну, болельщики многих команд, многих команд, на самом деле, да, и высшей лиги, и, там, такие школы-гранды, как «Локомотив» Ярославль. Многие поддерживали, да, многие сопереживали. Ну, данная ситуация вот так складывается, что, хоть и говорят, что коронавирус, но в каких-то регионах команды открываются, да, в каких-то закрываются, к сожалению. Поэтому слов поддержки было много, слов поддержки, переживания, негодования, возможно, да, что в Кирово-Чепецке, где все-таки хоккейная история достаточно большая, назовем так, команды не будет. Да, это очень жаль. Понятно, что история не терпится с логового наклонения, и спорт в том числе не терпит, но если бы так случилось, что команда выступила вот в этом сезоне в НМХЛ, за какие места она могла бы бороться? Насколько она была бы конкурентоспособной на фоне других команд своего дивизиона? Ну, мы много сейчас смотрим матчей, много игр в первенстве НМХЛ, где и наши ребята, воспитанники принимают участие. И просто посмотреть уровень, новые команды, что за команды. Сложно, конечно, говорить, вы правильно сказали, сослагательного наклонения не терпит, но я думаю, что, во-первых, результат был бы выше и лучше, чем в прошлом сезоне. Во-вторых, давайте к фактам все-таки вернемся. Данил Прохоров в Липецке, один из лучших бомбардиров сейчас. Павел Гришин, кто у нас был здесь на сборах, мы пригласили молодого человека, также лучший бомбардиров в Липецке. Дамир Зимагула в прогрессе в Глазове, это одна из лидеров команд. НМХЛ играет в первая-вторая пара защитников. Поэтому также в Серове, да, там команда новая, команда только образовалась, но там не я, Сабдарашидов, Альберт Сиразидинов, это игроки первого состава. То есть это все ребята на лидирующих позициях, поэтому я думаю, что вполне боеспособный коллектив, который за выход в плей-офф-то точно будет, слава, бороться. Возможно, дальше прохождение. Перед началом этого сезона вы были назначены, переведены из должности главного тренера юниорской хоккейной команды на должность главного тренера непосредственно Олимпий. Потом из-за того, что Олимпия не выступила в НМХЛ, вы вас вернули в юниорскую команду. Вот для вас это понижение, и не было ли мысли вообще здесь все бросить и продолжить тренерскую карьеру где-то в другом месте? Ну, скажу честно, мысли были, скрывать я не буду, и были, скажем так, предложения. Но в первую очередь меня остановило, и мы с Лисеем Сергеевичем Димаковым вместе тренерским штабом перешли в команду ЮХЛ. В первую очередь это интерес работы с 2003 годом, с ребятами, которых я давно знаю, с которыми я работал, с Валерием Николаевичем Кородаковым. По возрасту, да, ребята перспективные, ребята очень умненькие, достаточно талантливые ребята. Есть, конечно, свои минусы и проблемы, как у всех, но с этими ребятами интересно работать. Ну, и я считаю, что эти ребята вполне достойны и способны на следующий год попасть и закрепиться в команде НМХЛ, то есть и проявить себя. Это все местные ребята, кировские, кирово-чепецкие. Ну, и забегая вперед, четверых мы на сборах с командой НМХЛ уже катали. Вот, они неплохо себя проявили, я думаю, что даже в этом сезоне они могли бы участвовать. Поэтому, да, мысль была, но такая была очень быстро уходящая. Непродолжительная. Да, 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 потому что с ребятами с этими хочется работать. Я считаю, что ребята могут показывать хороший хоккей и показывать результат. Ну, правильно ли я вас понимаю, что сезон 2021 полностью провальным и потерянным считать все-таки нельзя? Команда НМХЛ выступает и полностью традиции хоккея в Кирово-Чепецке они не потеряны? Ну, провальным сезоном можно считать, наверное, только когда команда неудачно выступила, когда команда провалилась. Нет, команда будет играть. Сезон будет очень сложный, он уже начался очень сложно. Нам пришлось перенести три тура, то есть шесть игр мы уже не сыграли. То есть всего два матча, то есть только-только вошли в сезон. Конечно, где-то подготовка скомканная была в первую очередь связана с товарищескими играми. Мы, к сожалению, не смогли провести полноценных таких контрольных матчей, товарищеских матчей. Это были либо матчи со сборной любителей, бывших профессионалов Кировской области, либо между собой игры, либо с ребятами на год младше. Опять же, посмотреть их немножко, оценить их уровень подготовленности. Это ребята 2005 года рождения. Но это полноценными товарищескими матчами считать нельзя. То есть такая подготовка к сезону в Юхэлл, она получилась достаточно рваной? С точки зрения запланированного объема, то есть технической, тактической, силовой подготовленности, здесь мы выполнили все в полном объеме. То есть здесь проблем нет. Единственная проблема, но это большая проблема, на наш взгляд, это нехватка вот этих товарищеских контрольных матчей. Поэтому я думаю, что первые 2-3 тура, наверное, будем все-таки вкатываться. Какие-то шероховатости, недочеты все-таки будут в нашей игре. Ну и первый тур в Заволжье он показал, особенно первая игра, где ребята нервничали, дергались. Я считаю, что могли сыграть более солидно, более уверенно. Вы уже сказали, что несколько матчей в вашем календаре пришлось отменить. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вот такая отмена матча, она серьезно влияет на игровой тонус всех игроков. Безусловно, безусловно, игровой тонус важнейшая составляющая. В принципе, я об этом сейчас и говорил, что контрольные товарищеские матчи, они вот дают возможность и в игровом режиме, и в игровом темпе поработать игроку. С тренировочным его все равно сложно сопоставить, поэтому... Ну, пока ситуация такая, то есть переносы по различным причинам, к сожалению. То есть первый тур с чубоксарами мы перенесли из-за того, что были проблемы со здоровьем, болезни были и в тренерском штабе. В команде два тура, два тура Сокол-Новочебоксарской, Спартак-Юшкар-Ола, значит, проблема следующая. К сожалению, мы не можем принимать матчи домашние. По постановлению Роспотребнадзора Кировской области была достигнута договоренность с Федерацией, что первый круг мы играем на выезде. Но, к сожалению, на данный момент ситуация такая, что в календаре все-таки домашние матчи стоят. И команды соперника на сегодняшний день отказались принимать нас. То есть мы хотели, чтобы эти туры состоялись, но состоялись на площадке соперника. То есть, получается, обменяться кругами хотели? Да. А соперник навстречу нам не пошел? Ну, к сожалению, да. Вот буквально на начале недели мы общались с командой Спартак-Юшкар-Ола. Команда навстречу нам не пошла. То есть сказала, что если вы принимать матчи не можете, то тогда нужно их перенести. Чем аргументируют? Это боязнь играть или боязнь вообще приезжать в наш регион из-за сложной эпидситуации? Ну, сложный, сложный момент. Не знаю, с чем связано. Мы были очень удивлены, потому что мы берем на себя расходы финансовые. Мы едем на площадку команды соперника. Не знаю, по мне, наверное, лучше дома играть, в родных стенах. Почему команда отказывается? Ну, вот ситуация пока такая, к сожалению. Вот, конечно, мы очень надеемся, что 1 декабря что-то изменится, потому что я прекрасно понимаю, что спортивное массовое мероприятие в нынешнее сложное время проводить, возможно, рискованно, но можно проводить матчи с закрытыми трибунами, без болельщиков. То есть опыт соседних регионов показывает, что, в принципе, в большинстве регионов матчи проводятся. Мы будем ждать изменений в лучшую сторону. Ну, если мы посмотрим на другие виды спорта, играют футболы, играют КХЛ, то есть они свои чемпионаты проводят, да, где-то с закрытыми трибунами, да, где-то с ограничением по болельщикам, но, тем не менее, все федерации, насколько я знаю, приняли решение, что сезон вот 20-21, несмотря на то, что он будет сложным, но его провести нужно хотя бы для того, чтобы команды играли, команды были. Ну, видите, тут такой тонкий момент. Команда ЮХЛ – это все-таки ребята до 18 лет, и официально до 18 лет они считаются детьми, и соревнования считаются детско-юношескими. Вот, вы сейчас говорите про профессиональные команды, про профессиональные клубы. Хотя, конечно, вот этот переход в 17 лет – это важнейший этап для ребят, то есть, если его сейчас провалить, то ребята в профессиональный хоккей зайти не смогут. Но я думаю, что, как и в любом другом виде спорта, вот этот переход на 16-17 лет – он все-таки, наверное, основной, и самый важный, кто с ним справится, тот и будет уже профессионал. Ну, давайте будем надеяться, что сезон ЮХЛ пройдет в том режиме, в котором запланирован. Максимально получится сыграть максимальное количество матчей. Вообще, какой сезон будет в ЮХЛ, каким он будет, и кто является вашими главными соперниками, наверняка задача стоит попасть в плей-офф. Да, конечно, задачу ставим перед собой самую высокую. Считаем, что вполне у нас состав команды позволяет нам эти задачи решать. В связи с эпидемиологической ситуацией, значит, первенство ЮХЛ-регион по Волжье было немножко видоизменено. На три группы было поделено... На три зоны, да, можно так сказать, группа по Волжье была поделена. Это две группы по семь команд и одна группа восемь команд. На сегодняшний день нашими соперниками являются две казанские команды. Это Динамо Казань из Академии Акбарса и команда Волна Казань. Значит, мотор за Волжье, про который я уже сказал, с которым мы провели первый тур. Значит, две команды из республики Чувашия. Это Чебоксары, город Чебоксары и Сокол, город Новочебоксарск. И команда... Команда по прошлогодней аутсайдер, так назовем это, Спартак Юшкарла. Ну, по именам, по названиям команд, в принципе, соперники достаточно серьезные. Это и хоккейная школа Казанского Акбарса и Сокол Новочебоксарск, который в свое время достаточно громко заявлял о себе, в том числе на уровне, если не ошибаюсь, высшей лиги, играл. То есть, соперники и борьба за выход в плей-офф ожидается достаточно ожесточенная. Ну, честно скажу, мы не всех соперников видели, особенно и ребят из Чувашии. Они в прошлом сезоне играли в параллельной группе. Команду за Волжье мы уже, как говорится, проверили, и посмотрели, что за уровень. Предполагаем, что команда из Ёж-Корлы, скорее всего, будет немножко послабее, так как знаем, что за ребята играли в прошлом сезоне. Ну и две Казани, да, Волна, хорошая команда, организованная команда. Там наш коллега Ложкин Денис Юрьевич, кировочепецкий тренер, то есть, в принципе, знаем его стиль игры. Достаточно сложно с ними всегда будет играть и бороться. И Динамо, Казань, да, прошлогодняя команда, заняла она в прошлом сезоне первое место в плей-офф, если я не ошибаюсь, до полуфинала они дошли, поэтому, да, это серьезные соперники, но задача стоит, задача стоит в самой высокой, я думаю, что в тройку, в тройку мы вполне способны попадать. Меня интересует такой вопрос, а какой Юрий Култынов тренер, то есть, на кого он ориентируется, о чем мечтает, на что он оцелен в своей тренерской деятельности? Ну, какой тренер? В тренировочном процессе требовательный, где-то, наверное, строгий, это, конечно, лучше у подопечных, наверное, спросить. В бытовых моментах, наверное, более мягкий, где-то можем и поговорить, и пошутить, и посмеяться, и ребята всегда знают, что в тренерской двери открыто с любыми вопросами, это и бытовые какие-то проблемы, и хоккейные проблемы, то есть, всегда могут зайти, пообщаться, задать вопросы. Но, да, на ледовой площадке там немножко все меняется, там поставлены цели и задачи должны выполняться, вот, но все-таки, наверное, придерживаясь философии, что сначала нужно что-то дать, потом уже за это спрашивай. А что нацелены? То есть, какие цели перед собой ставите, например, через пять лет закрепиться в команде высшей лиги тренером или еще выше? Ну, сложно сказать, конечно, хотелось бы поработать с командой МХЛ, для начала, команда НМХЛ, это интересный опыт, в прошлом сезоне я уже попробовал, поэтому, конечно, хотелось бы на этом уровне поработать, интересно, вот, на сегодняшний день мы пока живем с ближайшим сезоном, наша задача вот выпустить ребят 2003 года, подтянуть ребят 2004 года до соответствующего уровня, чтобы на следующий сезон команда ЮХЛ в Кирово-Чапецке была, чтобы команда была достойной, вот эта смена поколений ежегодно, это всегда непросто, вот, ну, я признаюсь честно, я очень бы хотел, чтобы команда НМХЛ была в следующем сезоне, у нас есть ребята, опять же, вернусь к ребятам 2003 года, которые могут составить костяк, то есть, это будет команда с местным костяком, я думаю, что это очень, очень здорово, очень классно, давно такого не было, даже в предыдущие сезоны, где было, там, 5-6-7 человек, то есть, мы вполне имеем возможность получить 12-13 хоккеистов в команде НМХЛ на следующий сезон из местных воспитанников. Будем надеяться, что ситуация в лучшую сторону повернется, и команда будет здесь у нас. Да, давайте будем надеяться, что команда в Кирове-Чепецке будет не только команда ЮХЛ, но и команда НМХЛ уже в следующем сезоне, но я, ведущий программы на спорте Антон Погодин с вами прощаюсь, еще раз говорю спасибо главному тренеру юниорской хоккейной команды Олимпия Юрию Култынову. Вам спасибо. На спорте!